Лев Яшин – лучший вратарь в истории футбола. О встрече с ним мечтали короли и премьер-министры. А он ездил на матчи на метро и отказывался от солидных контрактов. Его обожала вся страна. Но внезапно народный любимец превратился в изгоя. Яшин виноват. Яшин из-за Яшина. Сборная Советского Союза великой державы проиграла. Из-за Яшина. Спортсмена травили в прессе и оскорбляли болельщики на стадионах. В его квартире били окна, царапали автомобиль, а подъезд расписывали матерными выражениями. Все его освистывали, ругали. Я видел мальчишку, я с ним ездил на футбол. Он говорит, ты не боишься со мной ехать? Я говорю, а что бояться? Машину подожгут. Да, поджигали Волгу на болельщике «Динамо». Льву Ивановичу пришлось уехать из Москвы. Подальше от разъяренных фанатов. Я спрятался на два месяца, думаю, брошу я все. Его надолго уберут из основного состава сборной. Но он выдержит все. А через время вернется и заберет титул величайшего футбольного вратаря всех времен. Он единственный из россиян, кто обладатель золотого мяча. Он единственный вратарь в мире, который имеет этот мяч. Яшин прошел путь от худого и изможденного подростка, работавшего на оборонном заводе во время Великой Отечественной, до всемирно признанной звезды. Прошедший голодную, голодную, вот эту эру послевоенную, стал не просто великим вратарем, но стал великим человеком, которого знают не только у нас в стране, везде, на каждом закоулке, но и в любой точке мира. Яшина носили на руках фанаты по всему миру. А он всегда жил скромно. Небольшая зарплата, мизерные, командировочные. В собственности только двухкомнатная квартира и автомобиль «Волга». Он был именно трудягой и очень скромным, очень скромным человеком. Но знавшим себе цену. Ему предлагали контракты в лучших клубах мира. А Яшин всю жизнь играл в родном «Динамо». Поклонницы не давали ему прохода, но он был верен лишь одной женщине – своей жене Валентине. При этом жизнь Льва Ивановича была полна боли. Душевной – из-за предательства друзей, лживых обвинений, отстранения от работы и физической. Его мучили многочисленные травмы, прогрессирующая язва желудка. Он потерял ногу и никак не мог привыкнуть к протезу. Он очень-очень мучился, оказался в таком положении. Для него это, мне кажется, сложно. Почему Яшин отказывался от больших денег в зарубежных футбольных клубах? Сколько зарабатывал в Советском Союзе? Правда ли, что он плохо видел? За что его выгнали из сборной? Кто спровоцировал травлю народного любимца? И как Яшин переживал самый черный период жизни? Правда, что лучший вратарь мира мог запросто закурить с любым болельщиком у стадиона перед важным матчем? С кем из мировых знаменитостей дружил Лев Иванович? Правда, что у Яшина было плохое зрение, и он тщательно это скрывал? За что кумира возненавидела вся страна? Правда, что его сделали крайним в смерти человека? Почему он отказывался от высоких гонораров и всю жизнь ездил на одной машине? В октябре 1963 года Яшину рукоплескал весь мир. Только что завершился матч столетия футбола в Англии, где сошлись лучшие игроки планеты. Поразить ворота Льва Ивановича не удалось никому. Весь стадион 100 тысяч в Эмбле. Все болельщики все это встали и минут пять аплодируют. Тогда лучшим Яшина назвали не только многочисленные болельщики, но и настоящие футбольные гранды. И Рикардо Замора, величайший вратарь в мире, он был на этом матче, и он после матча сказал, нет, я не великий. Великий Яшин. Вот кто великий. Однако мало кто знает, но изначально тогда еще совсем юный Лева Яшин вовсе не хотел быть вратарем. В середине 30-х годов в московском дворе по улице Миллионной он играет в нападении. Стайки первоклашек носятся по полю, и каждый из них видит себя будущей звездой спорта, забивающей виртуозные голы. Но футбольное детство Яшина заканчивается очень рано. В 1941 году 12-летний Лева, окончивший всего пять классов, идет на завод помощником слесаря. Часами напролет он вытачивает снаряды и мины. Было холодно, в неотапливаемых помещениях работали, и спать очень все время хотелось, еды не было. В один из дней пожилой мастер, видя, что паренек едва не падает, протягивает тому самокрутку. Эта вредная привычка останется с Яшиным навсегда. Он начал курить в 15 лет, как он рассказывал. Вот еще когда работая, в годы войны работая на заводе, он у станка стоял, и говорит, чтобы не заснуть, курил сигареты. После смены, вместо того, чтобы отдыхать, Яшин отправлялся на местный стадион, играть с другими подростками в футбол. Тогда-то неугомонных мальчишек заметил тренер Владимир Чечеров, набиравший заводскую команду. Лев Иванович был спортсмен, и футбол он выбрал сразу же. В футбольной команде Тушинского машиностроительного завода, когда его тренер, ткнув пальцем худощавую длинную фигуру Льва Ивановича, сказал, а ты будешь футболистом. Именно Владимир Чечеров и отправил Леву защищать ворота. Яшин сначала не захотел, даже расстроился, за что его так обидели. Ему хотелось бегать, атаковать, а не стоять на месте. Но спорить не стал. Так начался его вратарский путь. С чем был связан первый нервный срыв Яшина? За что он едва не угодил в тюрьму? В каком виде спорта вратарь получил дебютные награды? Кто привел Яшина в футбол? И какой секрет хранили его одноклубники? Из-за чего Лев Иванович едва не потерял любовь всей своей жизни? В ноябре-декабре 1945 года футбольная команда «Динамо» как чемпион страны, закончившегося чемпионата СССР по футболу, они посетили Великобританию, родину футбола, футболисты, команды, английские команды, которые на своих полях никогда не проигрывают, которые не участвовали еще ни в одном чемпионате мира. Ну, СССР не участвовало, потому что был бойкот наших спортсменов. Англичане не участвовали, потому что они очень гордые, они же родоначальники, они лучше всех, они самые-самые. И им участвовать в чемпионатах мира – это унизительно. После войны 16-летний Яшин жил с родителями в коммуналке при заводе. Именно тогда, в течение нескольких дней, он с замиранием сердца слушал радиорепортажи из Лондона, где игроки московского «Динамо» в серии матчей встречались с лучшими английскими клубами. Результат этих встреч был невероятным. Никому неизвестные любители из Москвы в пух и прах разнесли английских профессионалов. Они получили в четырех матчах два поражения от московского «Динамо». Два матча были сыграны в ничью. Общий счет забитых и пропущенных мячей 19-9 в пользу «Динамо». И, наверное, это англичан заставило сомневаться. А вот марка московского «Динамо» была проявлена во всей красе, во всей Европе. Успехи «Динамовцев» заставили молодого Яшина взяться за футбол с удвоенной силой. Он посвящал ему все свободное время, тренировался до изнеможения. Но внезапно бросил тренировки, даже перестал ходить на работу. Он работает в смену, часто вторую смену, и вообще намеки есть и на третью смену. То есть стресс огромный, гигантский. Лёва чудом избежал уголовного наказания, ведь в то время даже за систематические опоздания на оборонные предприятия могли дать реальный срок. Чтобы не попасть в тюрьму, молодой человек отправился в армию. Именно на службе впервые проявился его вратарский талант. Впрочем, сам военнослужащий Яшин о больших успехах в футболе не помышлял. Поэтому его удивлению не было предела, когда к нему после очередной тренировки подошел незнакомец в элегантном костюме и предложил играть за молодежный состав московского «Динамо». Аркадий Иванович Чернышев, конечно, величайший специалист, наставник, воспитатель молодежи и футболист, он же и хоккеист, и имел острый глаз. Вот. И Аркадий Иванович Чернышев заметил способного паренька. Чернышев, он не ошибся. Не ошибся. В основной состав «Белоголубых» Лев Яшин попал уже через год. Однако в первом же матче с принципиальным соперником «Динамовцев» Спартаком молодой голкипер допустил досадную ошибку. Он выскочил навстречу издалека летящему мячу, но столкнулся с собственным защитником и в итоге пропустил нелепый гол. Ветер. Такие удары очень опасны. Рассчитать траекторию, когда мяч летит так долго, не всегда просто. После этого гола и пошли первые слухи. Яшин близорук. И чем больше игр он проводил, тем чаще об этом говорили. Да и сам Лев Иванович давал повод для пересудов. Он нередко просил своих коллег подпустить атакующих соперников поближе. Появилось даже убеждение, что плохое зрение Яшина – это главная тайна клуба «Динамо». Однако позднее выяснилось – это лишь красивая легенда. Ну, в общем-то, Лев Иванович был из тех крепких вратарей, кто, наоборот, любил, чтобы ему били поворотом. Но лучше, чтобы это было ожидаемо. Потому что удар с близкого расстояния, он как-то более логичен, и вратарь более собран. Однако провалы в первых матчах едва не стоили Яшину карьеры. Его убрали из основного состава и отправили в дубль. Лева понял, что хорошим вратарем ему не стать, и решил навсегда распрощаться с большим футболом. И ушел в хоккей. Играл летом в футбол, то зимой обязательно перебывался и становился хоккеистом. И в чемпионате страны или Москвы хоккейная команда состояла из тех же спортсменов, которые летом играли в футбол. Удивительно, но первые большие награды Яшин получил именно на коньках. Начал-то свою деятельность по-настоящему спортивную деятельность на высшем уровне в хоккее, а не в футболе. Он же выиграл кубок с московским «Динамо» в воротах, играя в хоккей с шайбой. Он стал обладателем Кубка СССР. Спустя время Яшина снова позвали в основной состав белоголубых, и он выбрал футбол, на этот раз окончательно. Примерно тогда же он сделал еще один судьбоносный выбор. Предложил руку и сердце девушке Вале, за которой долго и упорно ухаживал. Познакомились они на танцах, потому что деваться было некуда, либо кино, либо танцы, либо гуляния. И на танцах они встретились, потанцевали, познакомились. Ну, а поскольку танцы они часто бывали. Яшин сразу был настроен решительно. Говорил, что непременно возьмет Валентину в жены. Но та все отнекивалась. Однажды молодые люди даже расстались. Яшин сказал в сердцах, когда тебя все бросят, тогда и позвонишь. И ушел. А через время Лева и Валя снова сошлись. Тяга друг к другу оказалась сильнее принципов и обид. Но поженились молодые люди, как они позже не раз шутя вспоминали, из-за дорогих заграничных часов. Просто папа как-то из-за границы привез часы. Это да вообще часы, как в девчатах. Помните, самый дорогой подарок считался для девушки. Это часы. И часы, причем, были тоже такие же крабики такие. Вот. Ну, привез, ей подарил, ей понравилось. Ну, что-то куда деваться. Теперь надо было походить замуж. Они поженились спустя пять лет после знакомства и всю жизнь прожили вместе. Только Валентина Тимофеевна знала, каким на самом деле был внешне хладнокровный Лев Иванович. Как он корил себя за все неудачи. Острый реагировал на пропущенные мячи и подолгу сидел в одиночестве после проигранных матчей. Его Лев Филатов называл комок совести. Потому что здесь просто удивительная интеллигентность и воспитанность. Он считал вообще, что любой мяч можно взять. Если, конечно, постараться. Если, конечно, до этого что-то предпринять. Ну, допустим, просчитать как. А она всегда была рядом. Терпела, когда Льва Ивановича обступали толпы поклонниц. Спокойно воспринимала и многочисленные ночные звонки, и горы писем. Она все понимала и прощала. У него под стать ему великому, Яшину, жена у него, Валентина Тимофеевна, была удивительной женщиной. Удивительной. Умная, грамотная, рассудительная, порядочная. И она такой тыл ему создавала, что это был второй Яшин. К моменту их женитьбы Яшин уже был признанным вратарем. Впервые вышел на международные матчи с Австрией, Францией и Швейцарией. Европейская публика встречала его на ура. Им очень нравилась необычная игра молодого голкипера. Однако восторг от популярности Яшина разделяли далеко не все. Почему советские спортивные чиновники испытывали к Яшину неприязнь? Какой иностранный клуб пытался заполучить лучшего советского вратаря? И почему Лев Иванович отказался от солидного контракта? Из-за чего манера игры Яшина поначалу вызывала смех и недоумение? Как началась травля спортсмена? И когда его простили? Полевые игроки, они уже привыкли к Яшину, привыкли к его манере игры, к его манере руководства. Ведь он не просто стоял в воротах, он руководил командой, он давал советы, кому какую позицию занять, куда кому бежать. С Олимпийских игр в Мельбурне сборная СССР вернулась триумфатором. Ведущие СМИ мира отмечают, у советской команды появился голкипер, использующий необычный стиль игры. Он не отсиживается у ворот, а смело идет вперед на нападающего. Он не занимал только в воротах позицию, он начал бегать с мячом, он начал выходить на выходы, поэтому на это стали обращать внимание. Я считаю, что это означает то, что он был вратарь, игрок, спортсмен, который оснащен именно интеллектом таким, который всегда готов прогрессировать и делать что-то новое. После Мельбурна череда оглушительных успехов советской сборной. В 1958 году на первом для себя чемпионате мира команда СССР вышла из так называемой группы смерти, где играли бразильцы, англичане и австрийцы, а затем и пробилась в четвертьфинал. Это был большой успех, что мы вообще вышли в четвертьфинал. Но там просто уж переигровка была с англичанами, представьте себе, да? И мы их победили. А дальше сил просто не осталось ни у кого уже на швелу. Тем более, они были хозяевами. На том же чемпионате впервые встретились два футбольных гения – Лев Яшин и Пеле. Дебют 17-летнего бразильца пришелся как раз на матч против СССР. Южноамериканцы тогда победили. И хотя на счету Пеле не оказалось ни одного мяча, именно его игру Лев Иванович отметил особо. Так и началась их большая и крепкая дружба. Яшин вообще легко сближался с людьми. Ни капли пафоса, прямой, открытый и до наивности доброжелательный. Он мог расположить к себе как уличного торговца мороженым, так и звезду мирового масштаба. С одним из своих друзей, легендарным португальским нападающим Эйсебио, Лев Иванович играл в составе сборной. Пропускал от него, но никакой злости или обиды между ними никогда не было. Его очень уважали все, и я сам видел, и свидетелем был, что два его общеближайших друга, и Эйсебио, и Пеле, когда он заболел, они приезжали, они дружили с Валентиной Тимофеевной, с его супругой. При этом Яшин не владел ни одним другим языком, кроме русского. Но все его прекрасно понимали, и он всех тоже. Лев, он каким-то удивительным обаянием обладал. Вот они там и сели за столом, с кем-то бивка попить, и говорит, часами о чем-то трепется. Вот это было совершенно невероятно, говорит, ну как-то вот, они понимали друг друга. В 1960 году сборная СССР приняла участие в первом чемпионате Европы. Нашей команде повезло. Практически все ведущие сборные Старого Света отказались от участия, и советские футболисты напрямую попали в полуфинал, где победили Чехословакию 3-0. А после в тяжелейшем матче оказались сильнее югославов. Именно после той игры к советским футболистам подошел президент мадридского реала Сантьяго Бернабео. Он хотел заполучить в себе сразу пятерых наших игроков, но особенно его интересовал Лев Яшин, которому он был готов платить любые деньги. Подошел к нему после чемпионата и дает ему договор о том, что он переходит в их клуб. А сумма гонорара, он говорит, Лев Иванович, пишите сами. От щедрого предложения Яшин отказался. Как он позднее говорил, играть хотел только на родине. Да и распоряжаться большими деньгами Лев Иванович не умел никогда. Как и жить в роскоши. Он так радовался, когда у него купил он Волгу, но там заработал, скажем так, своим трудом. Дали Волгу, он такой счастливый был. Он был... А там уже вратари ездили, извините, даже на Мерседесах. На этой Волге он ездил всю жизнь, а элитной недвижимостью вообще не обзавелся. Сначала на заре карьеры ему хватало комнаты в коммуналке. Потом получил отдельную квартиру и считал это пределом мечтаний. Когда уже стал олимпийским чемпионом, все, дали квартиру на Кутузовском проспекте, двухкомнатная. В 60-е имя Яшина – символ советского футбола. Кажется, на поле он творит невообразимое. Играет дерзко и самоотверженно. А ведь в самом начале профессионального пути великого вратаря у многих его манера игры вызывала недоумение и даже смех. И очень мучился Ультин Гранаткин, замечательный прошлый голкипер, который стал руководителем футбольным. И он страшно мучился от того, что люди свистят там, когда Яшин пропускает. Он просил прекратить этот цирк, как он выражался. Теперь же Яшин – звезда мирового уровня. И ему начинают завидовать большие спортивные начальники. В зарубежных поездках рядом со Львом Ивановичем они чувствуют себя некомфортно. Весь мир рукоплещет Яшину. А они что же? Обычные сопровождающие, которых даже не замечают? Естественно, когда какая-то делегация приезжала в какую-нибудь футбольную страну, и в ее составе был Яшин, то все внимание было приковано к нему. А руководитель, как правило, был какой-нибудь там человек в погонах, который и так не сильно светился, его никто не знал. Ну а даже самым отъявленным завистникам приходится сдерживать себя и улыбаться. Ведь Яшин – это буквально золотая жила. От него одного зависит, сколько заработает страна на зарубежных матчах. И контракт подписывали финансовый. Если играет Лев Иванович – одна сумма. Если он не играет, заболел или по каким-то там причинам, то сумма в половину была меньше. Этот контракт всегда подписывал менеджер зарубежный с нашим спорткомитетом. Впрочем, из крупных сумм советским футболистам доставались крохи, которых чаще всего хватало на 3-4 пары импортных джинс. И, ну, деньги получали в основном, конечно же, чиновники. Наш ГОСКОМ «Спорт» футболистам тоже перепадало, но не так много. Это копейки, конечно, конечно, копейки. Однако лучший советский вратарь играл в футбол не из-за денег. Он жил спортом, и болельщики это видели. Яшина называли великим в разных странах и на разных континентах. Как я говорю, у него были знакомы от дворника до английской королевы, с которой они тоже встречались, когда были в Англии. Все-таки тогда государства как бы все равно дружили. А в мире спорта, это у спорта мир, вот, поэтому встречались со всеми, и с министрами, и с королями-королевами. И везде, хоть на приеме у королевы, хоть на встрече с болельщиками в кафе, Яшин все тот же. Мужчина с доброй и открытой улыбкой. Он сам себя никакой звездой не ощущал. Вот что Яшин, лучший вратарь мира 20 века и так далее, вот этого в нем и близко не было. Он был вот настолько вот простой и доступный, вот, знаете, вот человек, живущий соседям в дворе, то есть вот налета, звездности не было. Интеллигентность и деликатность Льва Ивановича отмечали многие, но лишь единицы знали, что этим качеством он был обязан своей супруге. Валентина Тимофеевна долго работала редактором на радио, и Лева Яшин, простой парень с завода, многое у нее перенял. Умнейшая женщина, очень тактичная, она прекрасно понимала, как себя вести. Она понимала значимость своего мужа, и никогда она не дала повод каким-то образом усомниться в правильности выбора Льва Ивановича Яшина. Понимаете, это великое дело. Это ему повезло, повезло иметь такую жену. О том, как тепло супруги Яшина относились друг к другу, знали все. Лев Иванович часто брал жену с собой в многочисленные командировки. В ходе одной из таких поездок и зародился их милый ритуал. Как-то Валентина Тимофеевна интуитивно чмокнула своего супруга в ладони перед игрой. Матч закончился в пользу «Динамо» с разгромным счетом. С тех пор Лев Иванович всегда подходил к жене, чтобы она ему подарила очередной поцелуй. Все спортсмены, они очень суеверные люди. И если вот какая-то примета работает, она будет работать годами. У всех есть какие-то вот свои милые ритуалы. Ну, здесь было так, и раз это работало, то зачем ломать то, что работает? Но в тот роковой день, 10 июня 1962 года, этот ритуал оказался бессилен. На Яшина обрушился шквал ненависти миллионов советских граждан. И это едва его не погубило. Кто и зачем запустил кампанию ненависти против прославленного футболиста? Действительно ли злополучный матч в Чили едва не стоил Льву Ивановичу жизни? И как он сумел преодолеть один из самых трагических этапов в судьбе? Почему у гениального спортсмена не получалось быть тренером? И из-за чего врачи вовремя не заметили у Яшина смертельную болезнь? Были болячки, у него было военное детство, у него была язва. Большую часть лета 1962 года Лев Иванович вынужден был провести у себя на даче в Подмосковье. В самой столице озверевшие болельщики поджидали его на каждом шагу. Оскорбляли, грозились избить. После проигрыша советской сборной на чемпионате мира в Чили из вчерашнего любимца Яшин превратился в настоящего изгоя. Дома даже стекла били, машину прокалывали, детей транзировали, жену тоже звонками, то есть кошмарный балдет. В том проигрыша обвинили его одного. Титулованная команда СССР, которой прочили золотые медали, уступила далеко не самой сильной чилийской сборной 1-2. Сразу после финального свистка из Чили в Москву отправили телефонограмму с отчетом о прошедшей игре. В ней было написано, к проигрышу привели ошибки вратаря. Новость мгновенно распространилась по печатным изданиям и оказалась в эфире всесоюзного радио. Против Яшина была развернута невиданная по своим масштабам травля. Да переживал очень, это вообще невозможно, потому что здесь везде клевали, везде критиковали. Яшин, заканчивай, все, хватит, оскорбляли. Официально в защиту Яшина не выступил никто, хотя все спортивное руководство прекрасно знало, как для него сложился тот чемпионат и чем Лев Иванович пожертвовал ради него. Он всегда играл бесстрашно и самозабвенно, смело бросался в ноги нападающим руками вперед и очень сильно рисковал. В матче с Колумбией Яшин выпрыгнул на перехват мяча и столкнулся с соперником. Вратарь не мог прийти в сознание в течение нескольких минут. После игры у Льва Ивановича диагностировали сотрясение мозга. Если посмотреть хроники, вот эти немногие до нас дошедшие, да, с тех времен, там же очень жестко играли с вратарями. То есть в них втыкались, и это было совершенно нормально, что называется, человек шел до конца, и вратарь все время вот этот, ему, что называется, пролетало. В тело, в голову, в руки. О том, что это не его вина, Яшин не думал. Привык крайнего искать только в себе. А Льва Иванович, ко всему прочему, он был самоедом, понятное дело, он был очень требовательным человеком к себе прежде всего, к себе. Он никого не винил, он винил прежде всего самого себя. И все это под тяжелый дым многочисленных сигарет. Он курил, не прекращаясь подросткового возраста. От недоедания в военные годы и постоянного курения обострилась язва желудка. Она его мучила постоянно. Бывало, что ему приходилось горстями глотать лекарства, а если их не было под рукой, то в ход шла сода. В больнице он лежал неоднократно, уже диета у него была, там, какой-нибудь кефир, он там пил минеральную воду какую-то соответствующую. Из-за жутких болей он не единожды думал о том, чтобы закончить с футболом. Но позволить себе расстаться с делом всей жизни просто не мог. Поэтому Лев Иванович терпел. Терпел, когда с трибун его освистывали, когда кричали в лицо обидные слова. Он знал, что время его триумфа еще придет. И не ошибся. Осенью 1963 года в Федерацию футбола СССР пришло громкое известие. Лев Яшин признан лучшим футболистом Европы. В связи с чем он становится обладателем самой престижной награды – золотого мяча. Это достижение оказалось уникальным. Он единственный вратарь в мире, который был удостоен вот этого приза. Это невероятный просто успех для футболиста. Невероятный. Вратарей не было. И еще долго не будет, я так думаю, тех вратарей такого уровня, которые бы получили золотой мяч. Еще 8 лет Лев Иванович радовал болельщиков своей игрой. В мае 1971-го, в возрасте 42-х лет, он провел свой прощальный матч. Сто тысяч в лужниках были, вот я был свидетелем. Сто тысяч орали, кричали в восторге. И во все глаза смотрели на своих кумиров. И они играли. И как играли. Это было просто... Я счастливый человек, что я это видел воочию, воочию. Я все это смотрел. Потому что мне, конечно, это удовольствие колоссальное. И незабываемое. Тот матч состоялся за 15 лет до рождения Василия Фролова, внука Льва Яшина. Молодой человек в свое время решил пойти по стопам прославленного деда. Играл на позиции вратаря за питерское и московское «Динамо». Но в итоге в 23 года завершил карьеру игрока. И именно из-за того, что я сам не смог справиться с собственным давлением на себя, то, что я должен превзойти своего деда во что бы то ни стало, хотя до сих пор ни один вратарь в мире этого не сделал. После ухода из футбола долго думал, чем же заняться. Даже работал учителем физкультуры в школе. А потом понял – от генов не убежишь. И создал школу вратарей имени прославленного деда. Я продолжаю дело Льва Ивановича Яшина. Но в другой немножко ипостаси я создаю такой большой наш русский вратарский мир, в который стараюсь привлечь как можно больше вратарей и дать им максимально интересных каких-то мероприятий, которые сделают их лучше. Сам же Лев Иванович никогда о карьере тренера не думал. Считал, что это не его. Однако и уйти полностью из футбола после завершения карьеры не мог. Поэтому, когда ему предложили пост начальника команды «Динамо», согласился. Там общался с игроками. То есть он ездил с ними… То есть футбол как бы продолжался. Он ездил с ними на соревнованиях, присутствовал на тренировках, давал, наверное, и советы. Функционеры долго искали повод, чтобы окончательно избавиться от великого, но уже бесполезного для них спортсмена. И ловко воспользовались ужасной трагедией. По нелепой случайности погиб восходящая звезда команды Анатолий Кожемякин. С формулировкой за ослабление морально-воспитательной работы Яшины сняли с должности. И когда его от этого отстранили, то для него это было, я считаю, такой большой трагедией. И даже те переживания, которые он пережил из-за этого, я так думаю, что во многом сказалось на то, что он рано ушел из жизни. После Льву Ивановичу дали еще несколько должностей. Все они незначительные. Он чувствовал, как внутри нарастает опустошение. Вместе с душой все сильнее начинало болеть тело. Вскоре у него случился инфаркт, а затем и инсульт. В сентябре 1984 года Лев Иванович внезапно почувствовал онемение в ноге. Врачи поставили страшный диагноз – гангрена. Легендарному футболисту ампутировали ногу выше колена. А потом – долгая и мучительная терапия и попытки привыкнуть к протезу. Вот когда ему начали там протез примерять, а протезы тогда вот еще наши эти были на ремешках такие, они все. И он ужасно натирал эту культу, там вот, там мозоль постоянно, ее нужно было как бы, только она растает, ее нужно сдирать опять. В общем, до крови это все происходило. Это очень болезненно. Но Лев Иванович не сдался. Он продолжил работать на своих должностях и посещать почти все матчи любимого «Динамо». Его поддерживали близкие, он проводил много времени с семьей, строил планы и продолжал ездить на рыбалку. Там главные технологи, руководство, ну и просто рабочие. Вот у них целая компания, они ездили на зимнюю рыбалку. Даже когда папе вот ногу отняли, вот, они его все равно брали с собой, специально сани ему сделали, сажали его на эти сани, привозили к луночке, вот, давали ему, значит, в руку удочку. Ну, а потом его объезжали, смотрели, сколько, чего он, чего ему надо, вот, сколько набрал. Так прошло еще несколько лет. Функционеры совсем забыли о некогда легендарном футболисте, пока вдруг весной 1989 года к ним не обратился популярный спортивный комментатор Николай Озеров. Он предложил провести товарищеский матч звезд мирового футбола в честь 60-летия Льва Ивановича. В тот день на поле стадиона вышли настоящие легенды. И все они рукоплескали одному человеку – вратарю Яшину. Льву Ивановичу Яшину, легендарному футбольному вратарю номер один всех времен и народов, исполнилось 60 лет. В марте 1990 года было принято решение присвоить Льву Яшину звание Героя социалистического труда. К тому времени он не мог уже ходить, награду получал у себя дома, в собственной кровати. У него колоссальная была сила воли, и даже уходя, уходя, он настолько с достоинством уходил, понимая все это. И когда он пригласил Гену Хазанова, они там очень хорошие отношения были, и он говорит, Гена, ну чего они мучают меня? Понимал, что не надо его лечить. Менее чем через неделю, 20 марта, Льв Яшин скончался. Причиной смерти стал рак желудка, образовавшийся от многолетней язвы. Ему было 60 лет. Но сегодня, по прошествии 33 лет, имя Льва Яшина все так же на слуху. Опыт его игры изучает уже новое поколение футболистов. Льв Яшин для меня, наверное, как и для всего поколения, это легенда. Футболист, наверное, о котором говорят родители, дедушки и так далее, который передается из поколения в поколение. Недавно вышел фильм о спортсмене «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Роль галкипера сыграл Александр Фокин. По словам актера, чтобы воспроизвести манеру игры Льва Ивановича, приходилось много тренироваться. Сложнее всего это, конечно же, прыгать по-настоящему, вытягиваться в струнку, чтобы твое тело было физически похоже на тело вратаря, профессионала. Льва Ивановича Яшина любили сильно и по-настоящему. Одни за талант и виртуозную игру, другие за добродушие и силу воли. Он пережил предательство со стороны болельщиков, но не озлобился и продолжал с теплом и уважением относиться к людям. Таким он и вошел в историю. Великий спортсмен с мировым именем, сидящий за рулем старенькой «Волги». Иванович Яшина sfx-athchisco. Иванович Яшина